Всем привет! Вы на канале Даша Техника. Сегодня я хочу вам рассказать про различные БТРы, которые показали на форуме «Армия-2023», соответственно, в России. И я хочу показать и перспективные образцы, и также те, которые сейчас активно участвуют в боевых действиях на сопредельных государствах. Поехали! БТР-82А образца 2023 года. На прошедшем форуме «Армия-2023» широкой публике впервые был представлен образец инновационного проекта российской военной промышленной компании ВПК, усовершенствованной БТР-82А, разработанной с учетом полученного боевого опыта и с повышенной баллистической и противоминной защитой. В первую очередь при создании этой машины основные изменения коснулись бронекорпуса, включая усиление уровня бронезащиты. И, конечно, многие обозреватели сразу обратили внимание на то, что усовершенствованный вариант БТР-82А визуально чем-то напоминает упрощенную версию БТР-Бумеранг, так как получил дополнительно разнесенное модульное бронирование, которое крепится на болтах. Более того, теперь отделение десанта расположено сзади, а моторно-трансмиссионное отделение в передней части, что, собственно, с одной стороны повысило комфорт и удобство высадки десанта, а с другой – дополнительную баллистическую противокумулятивную защиту в лобовой проекции. Парк ВДВ продолжает пополнять бронетранспортеры БТР-82АМ, и благодаря 30-миллиметровой автоматической пушке их огневая мощь выше, чем у предшествующих образцов – в 2,5 раза. Эта машина используется для перевозки личного состава и огневой поддержки десанта. БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-80АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-миллиметровая пушка, спаренная с пулеметом по КТАМ, усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания. БТР-82АМ оснащен радиостанцией пятого поколения R-168, комплексом ориентирования для определения текущих координат отображения места машины на электронной карте местности и модернизированной системой пожаротушения. Позаботились российские конструкторы и об обрании машины. Инженеры повысили противоминную стойкость БТР-82АМ, а на внутренних поверхностях корпуса смонтировали противоосколочную защиту. Поверхность салона бронетранспортера обшита в специализированном кевларовом покрытии, который необходим для дополнительной защиты экипажа от осколков. Отечественные колесные бронетранспортеры давно подвергаются справедливой критике из-за относительно низкого уровня защиты. Катаная броня толщиной не более 10 мм, например, для БТР-80, выдерживает только пули нормальных калибров. А крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые гранаты и ракеты гарантированно пробивают такую защиту. Данные замечания не прошли незамеченными для армейского руководства. И уже в 2016 году начались работы по серьезному улучшению бронетранспортера. А в 2019 году на военной выставке «Армия-2019» был представлен модернизированный БТР-82АТ. В данной модификации конструктора постарались исправить многие замечания военных. Так, для улучшения системы управления огнем, боевая машина получила новый комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером. Появился в БТРе и тепловизор. Поработали конструктора и над защитой бронетранспортера, и здесь пригодился опыт боевых действий в Сирии. А дело в том, что в ходе этого конфликта враждующие стороны активно экранировали свою технику для повышения ее защищенности от ракетного вооружения. Так, некоторые из переданных в сирийскую армию БТР-80 также получили свои решетчатые экраны. Стоит отметить, что подобные экраны на БТР-80 появлялись в единичных экземплярах в российской армии в ходе конфликта в Чечне и довольно массово в украинской. В ходе боевых действий на Донбассе. При определенных условиях данный вид защиты действительно позволяет сохранить технику в случае подрыва ракеты при соприкосновении с решетчатым экраном и ослаблении пробивной силы кумулятивной струи еще до ее соприкосновения с броней машины. И в итоге российские конструктора решили применить комбинированный вид защиты путем установки как решетчатых, так и броневых экранов. И все это было воплощено в БТР-82. И стоит отметить, что для усиления защиты бронетранспортеров путем установки дополнительных экранов занимаются не только в России. Так в США на БТР-страйкер начали устанавливать решетчатую кранировку. Еще один вариант модернизации БТР-82 может получить пушечно-ракетный модуль «Баллиста». Боевый модуль с дистанционным управлением «Баллиста» был разработан для установки на бронетранспортеры. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней пулеметом, а также двумя противотанковыми управляемыми ракетами. Модуль оборудован комбинированным прицелом с телевизионной камерой, и тепловизором, и лазерным дальномером, способным обнаруживать и распознавать цели в любое время суток. И кроме того, на «Баллиста» установлен прицел-дублер, что значительно повышает его боевые возможности. Как указывается, общая компоновка нового БТР-82А аналогична предыдущей версии с водителем и командующим спереди, пехотинцами посередине и двигателем сзади, и машина может перевозить до 10 военнослужащих. Стандартное оснащение нового БТР-82А включает новый прицел-наводчика с инфракрасной системой, лазерный дальномер и независимую стабилизацию линии визирования в двух полоскостях. Как и предыдущие, БТР-82А оснащен усовершенствованной системой пожаротушения, обновленной радиостанцией Р-168, приборами ночного видения и системой топографической ориентации «Трона-1», которая работает совместно с GPS и GLONASS. В интересах российской армии был разработан перспективный передвижной разведывательный пункт ПРП-5 «Марс-2000». Машины этого типа способны проводить оптическую и радиолокационную разведку в интересах сухопутных войск, выявлять объекты противника и наводить на них огневые средства артиллерии. А за счет современного комплекса средств разведки и разных шасси обеспечен высокий уровень тактико-технических и рабочих характеристик этой машины. Проект предусматривает установку системы оптико-электронного противодействия с датчиками облучения и дымовыми гранатами, а для активной самозащиты имеется крупнокалиберный пулемет с боекомплектом в тысячу патронов и дистанционным управлением. На месте штатного боевого отделения на шасси монтируется новый модуль разведки. Его внешняя часть имеет вид крупной броневой башни характерной формы. Впереди на такой башне смонтирован крупнокалиберный пулемет с дистанционным управлением, а в центре находится телескопическая гидравлическая мачта с платформой с аппаратурой. Она поднимается на высоту до 6 метров, имея средства автоматического горизонтирования. Дальность действия оптики зависит от внешних условий. РЛС позволяет засекать цели типа «человек с расстояния порядка 6 километров» или «техника с расстояния 15 километров». Средства разведки могут использоваться одновременно, дополняя друг друга и обеспечивая более эффективный сбор данных. А в качестве дополнительного средства наблюдения может применяться оптика боевого модуля. Унифицированная боевая платформа «Бумеранг» – это перспективная среднеколесная унифицированная боевая платформа. На практике это же целое семейство боевых машин. И на данный момент оно включает в себя БТР К-16, БМП К-17, а также возможны БМП с другими вариантами вооружения, включая 57-мм пушку и колесный танк с 125-мм пушкой. А в будущем ожидается появление на базе «Бумеранга» вспомогательных боевых машин, командно-штабных, санитарных, шасси для различных видов вооружений и т.д. Советские и российские боевые бронированные машины еще со времен конфликта в Афганистане вызывают множество нареканий. А главная из них – это низкая защищенность. За рубежом наши вероятные противники еще в 70-х годах прошлого века стали создавать БМП БТР с противоснарядной защитой. Первой была немецкая БМП «Мардер». Следом пошли переделанные из советских танков израильский БТР «Акзарит» и стали наращивать свою броню и последние версии американских БМП М2 «Брэдли» и БТР М113. У нас же по-прежнему новейший колесный БТР-82АМ имеет защиту только от пуль винтовочного калибра с боков и крупнокалиберных пулеметов в передней плоскости. А новое поколение боевой техники российских мотострелков в лице гусеничной плавающей БМП «Курганец» и плавающей колесной боевой машины «Бумеранг» должны решить эту проблему, как и машины, создаваемые на их базе. Корпус боевой машины разделен на четыре отсека. Первый спереди для механика-водителя, а затем идет отсек с коридором, следом отсек для командира и стрелка, а потом десантное отделение, в котором разместятся мотострелки. Создавая «Бумеранг», ВПК-7829 использовали многослойное бронирование с содержанием керамики. Этот вид защиты во много раз более эффективен, чем гомогенная защита. И в случае повреждения машина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин. И, кстати, о шинах. На форуме «Армия-2023» можно было увидеть, что из себя представляют пулестойкие шины. И наиболее простая и очевидная технология, с помощью которой можно продолжить движение на шине, из которой по какой-то причине вышел воздух, это внутренняя жесткая вставка в виде толстого кольца между колесным диском и покрышкой. И такая технология появилась довольно давно и используется до сих пор, поскольку относительно проста и недорога. Однако площадь контакта с дорогой у такого колеса в проколотом состоянии все же становится меньше, и на высокой скорости рулить машины становится непросто и опасно. Плюс выше масса и выше требования к балансировке, и сложнее монтаж покрышки. А теперь давайте взглянем на стенд к нашим товарищам белорусам. Они тоже ведь работают над своими бронеавтомобилями. Созданием перспективной бронетехники легкого класса в настоящее время занимаются сразу несколько предприятий Республики Беларусь. Свои силы в этом направлении пробуют и признанные лидеры автомобильной отрасли. Новый проект Volat V1 был создан инженерами Минского завода колесных тягачей. Это предприятие известно своими грузовыми, многоцелевыми и специальными шасси различных моделей. Не так давно оно получило заказ Министерства обороны, благодаря которому теперь имеет шансы выйти на рынок бронированных автомобилей. Разработка проекта Volat V1, также получившего заводское обозначение МЗК Т490100, стартовала несколько лет назад по заказу военного ведомства. И в ходе этих работ планировалось создать бронемашину с колесной формулой 4х4 и противопульным бронированием. И требовалось предусмотреть возможность транспортировки бойцов с вооружением, либо же оснащения машины тем или иным оборудованием. А по желанию заказчика броневик мог бы получить оружие различных моделей или специальную аппаратуру. Новый белорусский броневик имеет стандартную для подобной техники архитектуру. Используется броневой корпус, защищающий все главные элементы конструкции и являющиеся основой машины. Проект VITIM был разработан минской компанией Minotor Service. А на армию 2023 они привезли только модели своих изделий. А на модели я очень люблю посмотреть. А кстати, позалипать со мной на модели можно и на моем втором канале Dasha Models. Так что приглашаю. Предполагается, что броневик сможет осуществлять разведку в ближних тылах противника, сопровождать и охранять автомобильные колонны, вести патрулирование заданных районов, перевозить и поддерживать огнем бойцов. А также возможно использование подобной техники полицейскими подразделениями или внутренними войсками в качестве штурмового автомобиля. А в дальнейшем VITIM сможет стать основой для монтажа стрелкового или ракетного вооружения, также радиоэлектронного оборудования и другого. А это новая версия автомобиля Tiger M, и она была создана в ходе обобщенного опыта, полученного в ходе разных военных конфликтов, в том числе и в Сирии, и в ходе специальной военной операции. Больевой автомобиль Tiger M выполнен в стиле машины из постапокалиптичного фильма «Безумный Макс», его представили в рамках форума «Армия-2023». Обновленный вариант бронемашины оснащен дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма. И кроме того, броневик обладает системой постановкой завес «Туча», и его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом «Калашникова» или же крупнокалиберным пулеметом «Корт». А в информационной записке к экспонату указано, что если традиционный Tiger M предназначен для разведки, патрулирования и сопровождения колонн войск, то версия в стиле «Безумного Макса» способна уничтожать пехоту, легкую бронетехнику противника и также негабаритные беспилотные летательные аппараты. Модернизированный Нижегородским авиационным обществом автомобиль, получивший обозначение ГАЗ-66МБ, внешне отличается от старой «Шишиги», новой, получившей бронирование кабиной. Старый двигатель заменен на новый дизельный ЯМЗ-534, а на платформе грузоподъемностью в 2,5 тонны можно устанавливать различные вооружения. Например, боевой модуль ЗУ-23М1М способный поражать цели на дальности до 2,5 км. Имеющееся процельное оборудование обеспечивает высокую точность применения, в том числе и в темное время суток, а расчет состоит из командира, оператора и двух заряжающих. Возможна установка многоместного бронированного модуля, обеспечивающего перевозку личного состава в количестве 10 военнослужащих. На армии 2023 также демонстрировался и санитарный защищенный вариант ГАЗ-66МБ-2, способный транспортировать 6 легкораненых или 3 тяжелораненых на носилках в сопровождении медика, а запас хода по топливу этого автомобиля 800 км. Оснащенный арбалетом «Тигр-М» предназначен для охраны колонн на марше, прикрытия районов развертывания войск и ведения разведки. Он способен эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику. И кроме того, на боевом модуле предусмотрено средство постановки аэрозольных дымовых завес. Крупнокалиберный пулемет может бороться также и с воздушными целями. Стабилизированный крупнокалиберный пулемет в сочетании с современным программным обеспечением является самым простым и эффективным средством для защиты на передовой от небольших БПЛА. Арбалет «ДМ» может устанавливаться на различных боевых машинах, и такая особенность изделия связана с его конструкцией. Его можно устанавливать на колесные и гусеничные бронированные машины типа «Тайфун», «МТЛБ», «Волк», надводные суда и стационарные пункты охраны. Модуль является универсальным не только с точки зрения установки на различных машинах, но и в зависимости от пожелания заказчика эта система может получить различное вооружение. Боевой модуль может оснащаться пулеметом ПКТМ, винтовочного калибра, или крупнокалиберными системами, такими как КОРД. При этом, как следует из имеющихся данных, конструкция модуля никак не зависит от типа используемого вооружения. Характерной чертой этой системы является малый вес. Полная масса боевого модуля не превышает 250 кг. А это бронеавтомобили из серии «Буран» и их строят по модульному типу. Используется общее двуосное шасси с требуемыми характеристиками, на которое могут устанавливать броневые модули различного назначения с теми или иными особенностями. И такая архитектура позволяет использовать модули оптимальной конструкции, а также упрощает выпуск унифицированного шасси. Основой семейства является шасси «Буран СС». Совпадение? Не знаю. Это полноприводный рамный двухосный автомобиль на агрегатах коммерческого грузовика «ГАЗ-3308 Садко». И к настоящему времени «Буран» первой модификации дошел до серийного производства в интересах из одной частей Росгвардии. И, вероятно, такая техника может поступить и в другие подразделения этой структуры, имеющие схожие задачи и потребности в технике. И, кроме того, в качестве потенциальных заказчиков могут рассматриваться и иные силовые структуры. «Броневик Федерал» впервые был представлен на выставке «Интерполитех» в 2011 году, и с тех пор эта машина успела поступить в серийное производство и начать службу в различных подразделениях. И, кроме того, техника этого типа нередко появляется в экспозициях различных выставок. Проект «Броневика» на базе серийного грузового автомобиля был разработан Институтом спецтехники. Основным заказчиком таких машин является Министерство внутренних дел, приобретающее броневики для внутренних войск. Основой бронемашины, предназначенной для перевозки личного состава и грузов, является грузовик «Урал-4320». А в ходе переделки в броневик базовый автомобиль получил набор бронирования и ряд новых агрегатов, благодаря которым может выполнять поставленные задачи в условиях высокого риска засад и обстрелов. Эта машина не предназначена для действий на переднем крае, однако она способна защитить экипаж и пассажиров от возможного обстрела и стрелкового оружия. Дополнительное бронирование устанавливается вокруг двигателей, в частности используется характерная решетка радиатора, а также рабочих мест экипажа. Вместо кузова базовой машины применяется специальный модуль-фургон с местами для десанта. И десантный модуль по габаритам и форме очень похож на стандартный «Кунг» отечественного производства, и также предусматривается крепление и элементы каркаса для тента. Все это способствует маскировке, а бронированные незащищенные «Уралы» имеют минимум заметных различий. «Тайфун-У» – это российский многофункциональный модульный бронеавтомобиль, и он сделан на капотном, рамном, полноприводном трехосном грузовом шасси. Производится данный бронеавтомобиль на Уральском автомобильном заводе, и индекс «У» и означает, что он уральский. В отличие от БТРов, не рассчитанных на подрыв, «Тайфуны» должны выдерживать взрыв мин или фугасовым весом до 8 кг. Бронемодули имеют V-образное днище, которое рассеивает действия ударной волны. Корпус и кабина высоко подняты над землей, а сидения подвешены к стенкам и потолку. А главное отличие между броневиками «Камаза» и «Урала» также отчасти связано с взрывозащищенностью. Дело в том, что каждый из заводов остался верен своей традиционной компоновке. «Тайфуны К» – бескапотные, а «Тайфуны У» – можно сказать, что «насаты». Эти автомобили можно использовать в качестве разведывательной командно-штабной машины, санитарной машины или для ведения инженерной, радиационной, химической или же биологической разведки, для переброски личного состава и осуществления разнообразных грузоперевозок по любым дорогам и пересеченной местности. Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации новейший многоцелевой бронеавтомобиль ВПК «Урал», который оснащен дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. И обратите внимание на эти слова – начали успешно применять в зоне спецоперации. И это не прототип, а вполне серийный образец, и стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль или осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника. Бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК «Урал» имеет колесную формулу 4х4, и он разработан на основе коммерческого шасси автомобиля «Урал» с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. ВПК «Урал» оборудован дизельным двигателем мощностью в 360 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км в час. И на нем усилена противоминная защита, а при взрыве фугаса весом в 6 кг машина надежно защищает людей внутри. И вот такой у меня получился рассказ о новейших российских БТРах и бронеавтомобилях. А другие видео о выставке «Армия 2023» вы можете найти у меня на канале. Например, классные видео получились о танках, БМП и боевых роботах. А если вам нравится это видео, то подписывайтесь на канал. А поддержать меня можно на страничке на бусте. Все ссылочки будут в описании. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...